Кстати, заметьте, что, вот говорят даже про казино, что профессионалы азартных игр не играют в казино, потому что там это чистый случай. А во что они играют? Играют в карты, играют в покер, играют в те также азартные игры, но где увеличивается, где сохраняется, конечно, фактор удачи, но максимально увеличивается фактор личной силы и зависимости от личных качеств, личного профессионализма. Да, вот то самое, да, на Бога надейте, но сам не плашай. А в чем я могу не оплашать? Что я могу максимально сделать, то, что от меня зависит? И вот удивительно, но в этот момент как раз удача и может повернуться в нашу сторону, потому что это и есть виртус. Виртус это и есть вот это благородство, которое связано с неожиданием того, что мне помогут. И если мы возвращаемся к русским народным сказкам, то мы это обнаруживаем обязательно, что герою высшие силы или потусторонние силы помогают именно тогда, когда он не ожидает, что ему помогут. Он не рассчитывал, входя в дремучий лес, наш Иван не ждет, что он встретит волшебных помощников. И именно поэтому они обнаруживаются. Ну, вернее, могли бы и не обнаружиться. Но если бы он рассчитывал, они бы точно не обнаружились. Почему? Потому что, ну, что же за такое, за мужество и благородство и отвага, если мы вступаем в неизвестное, в ожидании, что кто-то проведет нас за ручку. Нет. Нет, волк может случиться, который, так как в сказке о Иване Царевиче и Сером Волке, волк может случиться и будет возить нас по этому миру мертвых и будет помогать нам и жарь птицу достать из клетки. Все это может случиться, но вступая в этот путь, Иван это не рассчитывает. Он едет на своем коне, а когда коня волк скидает, он продолжает свой путь пешком. И вот тогда-то с ним и случается чудо. Потому что он проявил виртус. Вот как интересно.